Да. Алло, алло, привет. Да, меня слышно, да. Да, тебя слышно, да. Лучше всех тебя слышно даже. Хороший микрофончик, наверное, имеешь. Да, да. Слушай, я послушал твой замечательный стрим с Дугиным. Это просто офигенно, что называется. Ну, действительно, удался стрим. Я согласен, да. Ну, я не знаю, там удался, не удался. Я немножко как бы в шоке от того, что вообще, так сказать, тебе захотелось с ним побеседовать. Да, наверное, ты его не знал. В реале, да, не знал ведь? Ну, в реале? Нет, в реале не знал. Ага, ага, ага. Ну, вот поэтому, да. Всегда, наверное, есть такая вот иллюзия. Ну, я не знаю, да, вот почерикали вы по-философски, да. Нет, поменять картинку на стриме. Да, сейчас. На своем сленге почерикали, ну и что дальше? Ну, вот это же как бы такие внутренние дела, по сути, да. Тебе не кажется, что это на наружного зрителя странно? Ну, наружный зритель оценил, тем не менее. То есть, там хайлайт набрал, по-моему, вчера было 150 тысяч, что ли, где-то так, просмотров. Это для меня много. То есть, у меня обычно не набирают хайлайт, в принципе, ну, и хуя. Нет, я понимаю, нет, я понимаю, что ты, но как бы все равно, что ты там, я не знаю, ну, не Путина, конечно, но кого там. Володина пригласил-то какого-нибудь, хрен его знает, кого еще, да. Но все-таки Дугин действительно там кто он, советник какой-то там Путина был в свое время. Сейчас он есть. Да, доверенное лицо, да. Ну, это как бы доверенное лицо, слушай, и Невсоров тоже доверенное лицо. Да, нет, но он, по-моему, не только доверенное лицо был, что-то еще, я не знаю. Мне так показалось. Не суть важна. Да, но я имею в виду, что да, залез на самый чердак власти, что называется, по сути, да, потому что, ну, были какие-то, я помню, на Красной площади, да, выступления, когда там все и Проханов, и Дугин, и Лимонов, да, и кто там еще, этот, байкер-то этот, хренов. Все поддерживали чего-то там, все речь читали. Ну, и много чего было, он в 2011 году, там, когда, собственно, значит, были выступления на Болотной, были всякие контр-выступления, так скажем, со стороны, там, я не знаю, куркиняновцев, там, и так далее, всяких вот ребят, которые назывались консервативная оппозиция, чтобы это не значило. Ну, там есть показательный момент, тогда, я помню, я смотрел давным-давно, это еще было, там, значит, какое-то что-то типа круглого стола, за которым сидели, значит, все светочи консервативной российской мысли, то есть там Проханов, Куркинян, Дугин, Стариков, вот, то есть, ну, немного удивительно, что там забыл Стариков, сейчас может показаться, потому что, ну, человек просто идиот без образования, как бы, Проханов, он, конечно, шиз, но он все-таки писатель какой-то там, то есть, ну, Стариков, Стариков для меня очень сомнительная фигура, очень неприятная, да, такая вообще, ну, как бы, ну, он просто, как бы, колхозник без образования, просто, ну, в общем, странно, но дело в другом, дело в том, что я помню, я вот тогда именно смотрел какую-то такую запись, и там Куркинян вызывал, значит, белоленточников на дуэли, бросал перчатку в камеру, в общем, показательно было у него, значит, справа от него через одного человека сидел Дугин, он закатил глаза на этом моменте, вот, значит, несмотря на то, что они, как бы, единым фронтом, по идее, шли, но не очень единым уже тогда, в общем, не, на мой взгляд, Дугин выгодно отличался всегда от всех этих людей, тем, что у него настоящее образование, у него настоящее образование, это несомненно, но только, как бы, человек, который говорит, что ему нравится Герман Стерлигов, извини, как-то для меня это уже не... Мне тоже нравится Герман Стерлигов. Да ладно, за что? Почему же он тебе нравится? Мне тоже нравится Герман Стерлигов. Ты хочешь отключить электричество? Ну, он же не отключает электричество, правильно? Ну да, оно говорит же, как бы, возвращение к телеге там и к натуральному хозяйству и так далее. Говорить можно чего угодно, во-первых, во-вторых, ну, слушай, я, в принципе, положительно отношусь к радикально зеленым идеям, то есть мне Луна Бомбер, например, очень нравится. Нет, Луна Бомбер и Герман Стерлигов, прости меня, это просто абсолютно разные люди. Ну, да, там принципиальная разница. Луна Бомбер в тюрьме сидит, как бы, в одиночке сейчас, а Стерлигов деньги делает, в принципе, нормально. Я Луна Бомбера уважаю исключительно как такого радикала-одиночку-террориста, да, который свои идеи навязывал буквально такими радикальными методами. А что сделал Стерлигов? Магазины не для пидоров открыл, да, и вот это вот, хлебушком дорогим торговал. Ну, не знаю, про золото там рассуждал, про свои монеты, про всякую фигню, ну, все это болтовня. И про Иисуса там еще много, ну, там просто... А ты верующий? Я язычник. У него специфический взгляд на христианство у Стерлигов, у него, короче, свое христианство, то есть, он, короче, скажем так, старообрядец от старообрядцев. Ну, окей, ну, это не слишком-то отличается одно от другого. Ну, просто в России особо протестантизма-то такого не было, а Стерлигов это такой очень американский персонаж. Ну, да, я знаю. Это просто для России непривычно. То есть, окопался на ферме с огнестрельным оружием, палит по вышкам электропередач, то есть, там... Ну, прямая... Я не знаю, были ли прямые какие-то столкновения у него с властью, их не было никогда. С властью не было, он, правда, сбивает беспилотники. Ну, он, не он, это непонятно, то есть, опять-таки, это allegedly, это якобы, блядь, и так далее. Ну, кто-то у него, короче, значит, сбивает, нахуй, из ружья беспилотники. Да вот слободой какие-то злоумышленники. Ну, а чтобы их не сбивать, как бы, мишень летящая, забавно. На мой взгляд, на мой взгляд, это охуенно смешно. Ну, может, у него паранойя, да, и вот он охочется вот так. Ну, кстати, в США попробуй сбей, блядь, чей нет, беспилотник тоже. Ну, я не знаю, если он на твою территорию залетел, то... Это, в принципе, тоже проблематично, воздушное пространство тоже такая штука. Но я думаю, что все-таки смотрят, чей, я не знаю, я, конечно, с таким казусом никогда не сталкивался, чтобы кто-то, какой-то фермер, например, сбил беспилотник правительственный, долетающий над его угодьями. Это действительно странная история была бы, да? То есть, ну, я не помню такую историю, во всяком случае. Ну, да. Ну, в общем, Стерлинга, в принципе, интересный, интересный. Ну, и то, как он эпатирует этой антитехнологической темой. Ну, а что? Ну, ты вот сейчас пользуешься технологией в настоящий момент. Прямо сейчас, да? Ну, и он тоже, да. Про какие-то зум-конференции вы все твердите. Стерлигов и ты, Дугин, да, и все. Но он интересен как комичный какой персонаж. Ну, я вот думаю, что Маргинал, он интересен не как комичный персонаж. Ну, даже можно и как комичный, и не как комичный, на самом деле. Потому что человек пользуется какими-то технологиями, это абсолютно не означает, что он не может против них выступать. Ну, вот смотри, ну, вот Амиши, да, они выступают против технологий. То есть, так у них как бы заведено, да, не пользоваться там электричеством или еще чем-то. Они ездят на лошадях, но какие-то совсем такие честные, да, есть, конечно, которые на автомобилях. Ну, вот, в общем-то, тут все чисто, как бы у них в деревнях нет электричества, там, и так далее. Да, вот они там решили так, и они так и делают. Это не выступление против технологий? Ну, я не знаю, то есть, это не выступление, они не лудиты, да, они ничего не громят, это правильно. Но, во всяком случае, они ими не пользуются. И там живут как-то там по старинке, по своему укладу, и это честно для меня. Ну, вот так вот у них там все. А здесь как бы есть некое лицемерие, потому что, с одной стороны, ты говоришь, да, там, надо там уйти от этих технологий. С другой стороны, ты ими пользуешься. Как с этим быть-то? Ну, я не знаю, ну, не говори тогда, что ты от них хочешь уйти. Ну, это многим так кажется, на самом деле. Но, на мой взгляд, противоречия нет никакого. Почему? Если человек выступает против технологий, при этом сам же отказывается от них пользоваться, то какую аудиторию-то он покроет при этом? Ну, нет, это очевидный резонный вопрос, да. Но это же и ответ, потому что, ну, это и означает, собственно, то, о чем я сказал, лицемерие. Да, да, конечно, он не покроет никакую аудиторию, да, как бы на свечках ты, так сказать, не покроешь миллион, понятное дело. Но вот в этом же весь абсурд ситуации. Зачем тогда об этом говорить, я не понимаю. Ну, как, если с его точки зрения действительно будет лучше, если отключить электричество по всей планете... Ну, ученые-колдуны, я знаю, да, что колдуны, да, да, да. То есть, если с его точки зрения действительно будет лучше, если не будет, в принципе, электричество и технологии будут на уровне раннего средневековья, то эту идею имеет смысл доносить любыми имеющимися способами, не ограничивая себя искусственно, потому что тебе неприятно... Ну, да, пока, пока, да, 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 пока, то есть доносить до того момента, пока все не отключится, понятно, понятно, да, да. Может, лучше все-таки листовки было бы печатать. Ну, листовки... Коммунисты, кстати, до сих пор деньги собирают на листовки постоянно. То есть, я недавно охуел с того, что, значит, было видео... Да, я же сармат у нас в стриме заказали видео Вестника Бури, где тот говорит, что, значит, там деньги с каких-то там дебатов, там еще с какой-то хуйни пойдут, значит, в пользу нашей коммунистической организации. Мы купим листовки, чтобы раздавать в метро, значит, на, как бы, на всех станциях. То есть, и сармата, я, как бы, в полном охуевой за с того, что в 2020 году чувак так и смотрит на деньги и представляет у себя в голове, что сколько, блядь, листовок на... Да, одну бумажку поменять, да, на другую. Да, купить на эти деньги, просто охуеть можно, то есть... 2020, блядь, год, казалось бы, ну, создай паблик, ну, какая бы... Но если Дугин отключит электричество, тогда и будут листочки, или надписи на бересте, там, или кто отключит, Стерлигов. Ну, если отключу, Голубиная почта, конечно. Да, это прекрасно, конечно, прекрасно. А тебя не удивило, что Дугин так... То есть, на самом деле, не то, что не удивило, да, я увидел одно такое несоответствие. Что человек, значит, ну, как учитель приходит все-таки, да, и ничего не знает про Америку. Он написал там какие-то свои бредни, какие-то сто томов. Вот ты живешь как бы там, ты все знаешь, но он слышит... Тебя он не слышит, естественно, потому что он пришел учить тебя как ученика. Не было никакого диалога, в общем-то, в таком смысле, потому что он все-таки очень эгоистичный персонаж. Ну, как бы, там разговор шел не про быт, там разговор шел про американскую философию. Да какая разница, понимаешь, это не имеет значения. Про что? Философию можно в книжке подчеркнуть. Нет, нет, там то, что меня зацепило, да, например, он говорит про какую-то гражданскую войну. Это же ясно, что это бред сумасшедший. Какая нахрен гражданская война? Ну, гражданская война в США, на мой взгляд, она при попытке отъема огнестрельного оружия у населения будет точно, а помимо этого я не вижу сценария. Ну, ее не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что те же самые вооруженные всякие персонажи, да, сколько раз мы сталкивались с тем, что они там где-то засели на своей ферме, постреляли вяло, да, потом их скрутили, потом все, как бы. Или некоторые просто сдают свои арсеналы. Да, на самом деле же нет никакой армии объединенной. Нет никакой, как бы, инфраструктуры в этом смысле, чтобы один... Будет. Если будут разговоры про отмену второй поправки, то, во-первых, массовое дезертирство со стороны вооруженных сил. То есть это же не просто будут уже, там, фермеры с ружьями, там, и так далее, еще какая-то такая хуйня. Пармилитаристские какие-то лесные группы, там, каких-то охуительных лесных стрелков, блядь, и так далее. Нет, это массовое дезертирство среди ментов, среди военных, даже среди спецслужб. Потому что это люди, которые хотят иметь гражданское оружие. Более того, это люди, у которых есть родственники, которые... Ну, наверное, этого никогда и не будет, слушай, просто... Но из-за этого этого, в общем-то, и не будет. А у других сценариев для гражданской войны, да, я действительно не вижу. Но многие видят, да, даже люди, которые всю жизнь живут в США. То есть тут это не особенность Дугина. Ну, хорошо, окей, ладно. Дугину из Москвы виднее. Окей, ладненько. Но я думаю, что на самом деле ведь еще это и бизнес огромный, да, продажа оружия. Поэтому кто-то зачем будет вообще выводить такую поправку? Сколько там стволов, да? Несколько миллиардов, насколько я помню. Бизнес действительно, бизнес действительно большой, бизнес серьезный. Я ему желаю только процветания. Кто в гостях? Сегодня в гостях Маргинал. Сегодня в эфире, я не знаю, ты стримишь Маргинал или нет. Но я просто скажу. Ну, я скажу для всех. Вот, всех представлю. Сегодня на этом стриме Олег, мы в романте режиссер, художник, перформансист. И ПО-98. Я тоже художник, но в интернете художника. Да, вот это твоя картиночка, я так понимаю. Да, да, я попросил. И, кстати, вот Маргинал о тебе рисовал. Как тебе рисовал? Хороший рисунок, там интересно я представлен был. То есть, как бы, я значительно старше и так далее, но при этом узнать можно. То есть, это всегда более-менее интересно. Как бы, меня часто рисуют, и это вот специфический был способ передать. Да. Можно уже выставку, наверное, делать с твоими портретами. Да, я это просто неспроста вот так сказал, потому что сейчас особо важно, ну, собирать донаты на это жилье, которое я делал пост в ВКонтакте. Но вот на стриме я решил озвучить это, представить вообще себя впервые, потому что я никогда себе особо не представлял, да, вопросов не было, вот, кто я такой и так далее. Я с Олегом, как бы, ну, ну, с дураков, там, здесь не место с фильма документов делал, занимаюсь там, ну, вместе с сценариями, там, и так далее. В принципе, проект всякий, я буду, правильно, Олег, да? Ну да, не волнуйся, все нормально, как бы, да. Да, и вот, ну, да я волнуюсь не за это, а за то, что, как бы, погасить этот долг, поэтому, если у вас есть желание, там, нарисовать что-то, заказать там, так далее, то пишите мне ВКонтакте. Да, вот. Никнейм у меня тоже такой же ВКонтакте, вот такая вот самореклама была. Да, не будет еще в течение нашего разговора сегодняшнего. Как тебе Мишка Ефремов, который задавил чувачка Захарова? Ну, что я могу сказать, блядь. Ехал как-то Михаил Ефремов после бара. После бани, да. После бани, да. Ну, блядь, что можно сказать, очередной деятель культуры. Попался, да, попался. Россия, кто-то творит, блядь. Красиво попался. Да, хуительные вещи. Ну, я не знаю. Мне интересно, может его, блядь, отмажут. Да, ну, наверное, отмажут, он же звезда. Мы сдали уже этот домашний арест. Ну, вот, вдова-то оказалась не вдова. Это же самое крутое, что какая-то мошенница тут же подсуетилась, прикинулась его вдовой этого самого Захарова, раздавленного шофера. И, значит, стала бабло собирать. Ну, это типичная ситуация. Да, ну, неожиданная, да. Она пошла на это шоу, пусть говорят, там плакала, рыдала, денежку упаковала в кармашки и благополучно слиняла. А потом сынок-то этого настоящего Захарова сказал, не знаю я такую бабу, кто она вообще, откуда взялась. Это не моя мать. Вот так вот. Ну, гениально, по-моему. Охуенно. Так быстро, слушай, нет, просто уже какие-то секунды, да. Вот раз, просто все моментально, как все ускорилось. Вот тебе сингулярность прямо-таки. Акселерационисты. Акселерационисты, да. Мошенники-акселерационисты. Это охренеть просто. На лету просто ловят. Просто они бы еще развели бы Ефремова прямо после столкновения. Непосредственно. Обсуждения Америки сегодня не будет. О, обсуждения Америки. Ну, да я не знаю. То есть, я бы смотрел, вот, да, я не знаю, стоит ли это повторять, да, то есть, по поводу твоего отношения маргинал там к всем этим бунтам, погромам и всяким делам. Как я понимаю, ты разделяешь там эти бунты, да, то есть, одобряешь их. Но у тебя есть претензии, что громят маленькие магазинчики, а не транснациональные корпорации. Правильно? Ну, как бы... Это цитата из тебя, на самом деле. Я, в принципе, одобряю протест против полиции, потому что, ну, если мирное население не будет протестовать против полиции, это тоже такая не очень американская тема. Вот. Ну, милитаризованная полиция вообще не очень американская тема, да, то есть, всякие протесты против ментов, это, конечно, всегда правильно. При этом протестующие, ну, не должны быть больными идиотами, которые при этом выступают против, например, свободного ношения огнестрельного оружия и так далее. То есть, ну, это, 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 это шиза, то есть, когда человек говорит, что, типа, нас убивают менты, но, блядь, надо вторую поправку отменить при этом. Какого хуя, как это, как-то вообще, это не то, что не снеждают, не вяжутся просто абсолютно, если с вас убивают менты постоянно, вам наоборот, надо... Скажем, мой проект, кстати. Спрашивает человек, как гость относится к употреблению животных в пищу? Я положительно отношусь, на мой взгляд, к вегетарианцам и веганам больные люди. Ну, вот я больной человек. Да, я, я отрицательно отношусь к вегетарианству, к веганизмам, это вредно и для мозга. Это кто тебе сказал? Ну, это просто факт, как бы, медицинский. Да ладно, ну вот я перед тобой сижу, я сижу перед тобой и, как бы, ни в чем себя, так сказать. Ну, поэтому смотришь Дау, собственно. Да, точно, да. А ты поэтому общаешься с Дугиным, можно так сказать. Да, видишь, видишь, как это происходит. И со Стерлиговым, да, да, да. Больной человек, 250, почему людей убивать нельзя, а животных можно? Ну, очень просто, потому что мы люди, а не коровы. То есть у нас... То есть, ну, высшие животные, да. Не мычим. Да, мы не выше, просто мы это мы, а они это они. Резонно, да. Ну, достаточно. Резонно. Но по мне так нет разницы. Так что вот вам два ответа на один вопрос. Все животные в основном хорошие, а люди чаще всего плохие. Поэтому я лично... Люди чаще всего с юмором. А с людей с прост больше просто. Да. Поэтому я как-то предпочитаю смотреть, как убивают людей, а не как животных. И это... Между прочим, как это не смешно в киношке-то, в основном мы смотрим, именно как убивают людей. Ну, да. Ну, смотри... Как-то это у нас не вызывает отторжения, да? Как убивать животных, это не очень интересно. А потому что с людей спрос больше, понимаешь, за их решение. С животных спрос вообще нет. То есть, животные делают хуйню. И типа, ну, суши, ну... Если собака совсем какую-то хуйню начинает творить полную, да, то есть, как бы, всех хуярить, усыпляем тогда. Но в целом, обычно, вообще ничего не делаем. То есть, в принципе, с животными. Потому что, блядь, они за себя не отвечают. А люди, как бы, если человек какую-то хуйню сделал, то значит, он мудак. Да про животное же не скажешь, что он мудак, блядь. Так не бывает. Потому что, ну, типа, ну, они тупые, блядь. Ну, как бы... Ну, а тебе, может быть, кажется, что они тупые. А на самом деле, ты, как лингвист, должен допускать и такие вещи, что, например, у них есть свой язык, своя коммуникация и так далее. Почему можно убивать только некоторые виды животных? Убийство собак и котов считается садизмом. Там донаталюрт со всевозможем. О, боже. Два, два доната одновременно. Погодите с нами. А-а. Обои! Так. Больной человек 250. Почему что-то там убийство котов и собак считается садизмом, а что-то там не считается, видимо, каких-то других животных не считается. Ой, боже. Ну, наверное, имеется в виду, почему можно убивать каких-то животных, а других нельзя. Ну, видимо, да. Повелось. У нас так повелось просто в нашей культуре. Да. Что одни животные являются как бы домашними, а другие нет. Да. От них халуи человеческие, которые приручены и от которых человек получает как бы некие положительные эмоции. А других он жрет. Вот поэтому тех, кого он жрет, он не ассоциирует с тем, с этими положительными эмоциями. Потому что те животные, которых мы жрем, кстати, ну, типа, их бы не существовало, если бы мы их не ели. То есть, в общем-то, коров, которых мы едим, мы их вывели. Да, они там какие-то гибриды странные. Открылся наконец-то. Ну, человек, очевидно, не с этой точки зрения спрашивал, да, и донатил он, как бы, потому что считает это несправедливым, да, вероятно. Я так надеюсь, что, значит, считает несправедливым. Ну, справедливость просто понятие, оно применимо к людям только. Ну, кто знает, кто знает. То есть, это просто человек неправильно родной речью пользуется. Справедливость не бывает про животных. Это неправильное использование слова «справедливость». Но вот это вот, как бы, тоже, да, может быть, точно это понятие не подходит к этому всему, да, но я не знаю. Я сейчас не хочу в дебри вдаваться и спорить даже, не хочу по этому поводу. У меня просто совершенно другое мнение. Нет, там просто... Есть биосемиотика, да, например, биосемиотика, которая говорит о совершенно других вещах. Ну, ладно, это вообще не имеет значения просто. Действительно, дебри. В дебри мы лезть не будем. Да и донатер неизвестно, чего хочет, когда задает банальный вопрос, да, то есть он хочет ужучить тебя. Ну, не знаю, как... Ну, донатер может, как бы, на мой стрим идти, как-нибудь потом спорить про... Ну, это же бесполезно, а что спорить, да? Ну, если он хочет спорить для процесса. Я в таких случаях просто думаю, что абсолютно бесполезно, да, вот... А мне постоянно приходят спорить про аборты. Я же про лайфер. Да, я в курсах, да, кстати. А я нет. Мне... Ну, мне все равно, понимаешь, в этом смысле. Абсолютно все равно. Я с тобой спорить на эту тему не стану, да? То есть кто любит Гитлера, а кто не любит. Да какая разница? Вот я принимаю все в этом смысле. Почему бы нет там? Гитлер хороший. Животных любил. Мне он нравится, поэтому. Гитлер любил животных, наверное, было дело. А был ли он за аборты или против? Вот это я не знаю. Если честно. Кстати, да, я тоже не в курсе. Вот это действительно... Ну, Евгеника была, да, продвинутая. Я не знаю, вот маргинал. У тебя правда, что ли, Америка так нравится до такой степени? Да. Правда? Ох, господи. Нет, я не люблю Америку. Абсолютно не люблю. Ротерс, скажите, прожить, Валюч. Мне, я, я не нравлюсь. Я живу в республиканской каунте по южной части Орегона. Ну, это уныло звучит уже совсем. Вот мне это, наоборот, как бы нравится. Я, как бы, люблю американские пригороды с маленькими домами. Мне нравится, что у людей, как бы... Блядь, мне нравится то, что у всех есть огнестрел. Вообще у всех. Я сторонник вот этой мантры на тему того, что вооруженное общество – это вежливое общество. Не, я, в принципе, здесь вижу, что, блядь, общество вооружено, и оно вежливое. Ну, а у тебя есть пистолет? Не скажу. Ну, а что ты застеснялся? Не скажу. Ну, тут, как бы, понимаешь, не принято... Не, ну, ты бы сказал, смотри, я мог бы за тебя придумать ответ, да, что, например, я там... Ты гражданин, кстати, или не гражданин? Ты гражданин? Да, гражданин. Тогда я не знаю, почему ты стесняешься сказать правду. Тут просто не принято хвастаться огнестрельным оружием. То есть тут, как бы, именно что... Но на улице я с огнестрелом видел людей только вот недавно совсем, когда, значит, начали протестовать студенты про... Но если это законно, почему ты, как бы, боишься сказать, что у тебя это есть... Это просто, как бы, не принято, это не культурно. То есть, вот это вот... Первый раз слышу такое. Всякие фотки, типа, ну, типа, знаешь, убью родных, убью друзей. Помнишь, был шаблон мемов? Ну, да. Да, короче, вообще, ну, бля, короче, нету такой тенденции, знаешь, фоткать свое оружие, блядь, типа, говорить, вот у меня такой-то, значит... Ну, и тех людей, которых я знаю, например, да, у которых действительно есть оружие, они, там, меня неоднократно приглашали, там, пострелять и так далее. Это, да, это бывает, это при... Они хвастаются своим арсеналом, там, всем, таким и сяким, и пятым, и десятым, и старинным, и современным, и дорогим, и дешевым. Ну, это вы близкие и знакомые просто, я не знаю, про это, как бы, здесь так не принято. Ну, это очень странно звучит, а я при этом живу в штате Нью-Йорк, в том самом, где как будто бы все так вот по-другому сделано, да? Ну, штат Нью-Йорк сильно отличается от местных, ну, хотя смотря какой, это Нью-Йорк, где Нью-Йорк-Сити, что ли? Ну, да, да, где Нью-Йорк-Сити, да. Ну, как бы, не понимаю, откуда у них огнестрельное оружие там вообще. Ну, ты просто немножко забыл, да, конечно, легально. Кто тебе сказал, что нелегально может что-то... В Нью-Йорк-Сити нельзя стрелять из огнестрела, который не принадлежит лично тебе, например. Ну, вот про это я не знаю, да, ничего. Там тир можно со своим только, короче, с волосом. У человека там на ферме свой личный тир, да, вот, там, стреляй не хочу. Ну, то есть, если это ферма, то это Апстейт Нью-Йорк. Да, Апстейт, конечно, да, Апстейт, да. Ага, понятно. Ну, не в городе, разумеется, что не в городе. Где ты в городе будешь стрелять. Можете сравнить жизнь Америки с Россией? Это вот донат, донат-алерт. Ну, бля, это, это дико скучный вопрос, на самом деле. Что здесь, блядь, мы сравним. Это на 700 часов вопрос. Да, сравнить с Россией, ну, блядь, ну, типа, смотря, понимаешь, смотря... Ну, самый главный мир. Смотря что для тебя именно в жизни важно, понимаешь? То есть, разные представления о том, что такое свобода из-за этого получаются. К примеру, да. То есть, в России, например, просто нахуй законы не соблюдаются. То есть, если тебе такое нравится, то, наверное, на Украине еще пизде жить. То есть, потому что, ну, типа, ты, блядь, пошел там, нахуй, в лесу костер развел и не получил пизды от властей за это. Многим такое вот заходит. Да, в Америке просто так нельзя развести костер. Да, это я вот как бы свидетельствую. Да, но для этого есть оборудованные всякие мангалы. Олег, а по-твоему, какой самый главный минус в сравнении с Россией? Медицина. Медицина дорогая, платная медицина. Для меня это большой минус, например. Ну, местами, да, есть такая. И, ну, как бы я живу в русском магазине, покупаю какие-то русские лекарства, которые стоят здесь с накруткой довольно серьезно. И мне это не нравится, например. То, что в России, что стоят копейки совершенно, просто смехотворные. Да, здесь стоит, из-за вот этого, из-за того, что они привезенные, они стоят просто в десятки раз дороже. Ну, это если нужны какие-то русские конкретно лекарства. Я просто сложно себе представить. Смотрите, для Анатолия русский секрел детьми сделает поймать ветер. И что они их думают? Анальгин какой-нибудь, я не знаю. Да нет, не анальгин. Ну, не будем углубляться в это. Есть просто такие вещи, которые не производятся в Америке. Да, если ты обратил внимание. Я не знаю, ты человек молодой, поэтому, наверное, со здоровьем у тебя все в порядке. И ты, как бы, по этим вопросам не паришься. Да, но когда столкнешься с какими-то проблемами медицинского характера, это, да, наверное, станет ясно, что дорого, что дешево и так далее. Нет, тут довольно дорого, да. Я, я, я в США как бы зубы делал. Но это пиздец, это пиздец, как дорого. Это, блядь, пиздец, как дорого. Даже с, со всеми страховками, с хуёвками, все равно это дорого. Смотря с какой страховкой, ну да, дорого. Ну, с университетской страховкой, например. Ну, опять-таки, они там тоже разные. Разные, да, разные, разные, да. Я понимаю, о чем речь. Да, тут со здравоохранением, действительно, проблема, лучше не болеть просто, да. Вот. А это же, это же очень важно, да. Лучше не болеть, это звучит. Хороший совет. А вот этот ебаный коронавирус, да, блядь, как за жопу у нас он взял, нет? Ну, коронавирус взял за жопу с одной стороны. С другой стороны, блядь, ну, типа, сейчас уже всем у него насрать, по-моему. Ну, то, что насрать, это же не отменяет его наличие, да. Насрать и насрать. Ну, хорошо, иди там, целуйся на улице с бомжами, посмотрим, что будет дальше. Ну, я как бы и до этого особо, типа, на улицу не выходил. Ну, вот это другой вопрос, да. Что менялось. Что и ты, я, мои хиканы такие сидим и не выходим, да. А те, кто выходит, как с этим быть? А ебаные магазины, блядь, обвалились все эти онлайн-доставки. У нас их просто нету, понимаешь? Ну, это у вас. У нас они стали пизжи работать только как бы при карантине. В общем, в маленьких городах только пиздача стала от этих доставок. В больших городах, да, там, блядь, по сути дела, закрылся в пизду, можно считать так, что закрылся в пизду. И Амазон и Инстакарт никуя нельзя заказать. Там недельная очередь. Абсолютно. Мне по-обычному доставляют как бы все абсолютно. Единственное, что, ну, постоянно пропадают в супермаркете до сих пор влажные салфетки. Это Flashable Wipes, которые, типа, можно смывать в унитаз. Значит, их мало, блядь. А так всего остального. Всего прям донат. У нас спирт вот до сих пор не появился в продаже в аптеках. Вот я не знаю, как бы. Тебя это, наверное, не волнует. Как? Мне пухольное. Я не искал спирт. Понятно. Ну, а как руки протирать? Не, на самом деле, интересное видео есть вот у Сакра. Ну, типа, к вопросу про фильмы Кокшенов. Ну, интересное видео есть на канале Сакрамар про Крачковскую. А что с ней не так? Как она ожила, наверное? Не, нет. А там, на самом деле, интереснее. Там дело в том, что, значит, когда появилась новость, что Крачковская умерла, это просто люди неправильно поняли, что произошло. Потому что много лет назад Крачковская, она сходила в цирк. И не оживала. Ее никогда не было в природе. Она много лет назад, она сходила в цирк, и рядом с ней слон насрал огромную кучу слоновьего говна. И никто не мог определить абсолютно, что происходит. А настоящее-то куда делать? Куда же она? А, загадка, загадка, загадка. Причем, когда у пуда слоновьего говна померили пульс, пульс это нет, откуда у него нахуй пульс, и вот врачи постановили, что она умерла, потому что даже медицински невозможно определить, что, как бы, это не Крачковская. Вот. То есть, это вообще страшная история, если подумать. Засохло, как говно с тобой. Какие вещи происходят в жизни? Я еще рекомендую... Нет, это не страшно. Я считаю, что это... Какое же все-таки слоновье говно талантливое, я бы так сказал. Актерская школа. Актерская школа имени слоновьего говна, она просто великая. И подводя итог, да, вот есть рисующие слоны. И получается, что даже слоновье говно, оно порой талантливее человека. Сегодня мы многое поняли. Да, очень хороший был. Все, на этом, ребята, все. Чао-чао. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. И все. Было все. Заказывайте фильмы, рисунки и так далее. Продолжение следует... Продолжение следует...